Уважаемые коллеги, тепло приветствую вас. С вами Александр Лебедев и сегодня мы говорим об ответственности членов Советов Директоров за решения по сделкам, которые могут быть связаны с санкциями. Давайте перед тем, как погрузиться в эту более узкую тему, то есть ответственность за решения по сделкам, вообще за решения, связанные с санкциями, рассмотрим тему более широкую. Для кого-то из вас вернемся, для кого-то, может быть, что-то будет новым, рассмотрим вообще тему ответственности членов Советов Директоров. Совет Директоров, мы помним, это орган, который работает для роста компании. То есть в Совет Директоров могут входить как исполнительные, так и неисполнительные директора, то есть как лица, которые параллельно находятся в органе операционного управления в менеджменте, так и лица, которые не работают параллельно в компании. Члены Совета Директоров, которые не работают в компании, могут входить в Советов в двух ролях. В роли профессионального поверенного и в роли независимого директора. Независимый директор. Есть определенные требования по количеству независимых директоров и по качеству их независимости, то есть определяющие критерии независимости в кодексах корпоративного управления и документах, которые из них следуют. Например, правила листинга бирж. Там же устанавливаются определенные нормативы по количеству независимых директоров для публичных акционерных обществ, то есть для компаний, которые занимаются в том числе тем, что сильно распыляют свой капитал. Соответственно, получается, что у них много миноритарных акционеров. То есть капитал распыляется, продажа акций широкому кругу лиц, допустим, если мы говорим про компании с первого, второго, из премиум листов. И у этих лиц, может быть, ну то есть не может быть, они являются акционерами, у них есть право голосовать за кандидатов в совет директоров. Так вот, практика, когда независимый директор назначается миноритарными акционерами, является вполне рабочей, так как консолидировать свою позицию для выработки, скажем, директивы для члена совета директоров миноритарными акционерами, как правило, ну, как правило, им это сделать довольно сложно. Если же мы говорим про профессиональных поверенных, то они с высокой степенью вероятности назначаются представителями мажоритарных акционеров, в том числе для того, чтобы продал, ну, как инструмент озвучивания их воли и представления их интересов. Но этот момент довольно тонкий. Смотрите, профессиональный поверенный в составе совета директоров так или иначе работает не на акционера, который его пригласил, а на некого консолидированного акционера. То есть многие мои коллеги, которые занимаются объяснением корпоративного управления, преподаванием корпоративного управления, проводят профильные тренинги, они используют такой образ, что члены совета директоров работают не на какого-то акционера, а на компанию. Это неплохой пример для того, чтобы человеку новому в корпоративном управлении объяснить, как это работает, но он и недостаточно хороший для того, чтобы оставить его без кавычек. Мы помним, что корпоративное управление вообще изначально на уровне терминологии восходит к терминологии еще древнегреческой, то есть корпус – это некое тело компании, корпорации. Так вот, там помимо корпуса есть еще и спирит, то есть дух компании, некий набор стремлений, набор того, что описывает предпринимательскую функцию, вот некий первоначальный драйвер и дальнейшее его устаканивание, направляющие компанию, ведущие компанию в какую-то сторону. И это тоже то, что исполняется корпоративное управление на высоком уровне, то есть на уровне волеизъявления общего собрания акционеров и на уровне регулирования советом директоров. И вот исходя из этого, мы говорим про роль корпоративного управления и про функцию в корпоративном управлении именно совета директоров, как работу для долгосрочного устойчивого роста компании на благо некого консолидированного акционера. Ну и сейчас еще принято говорить и иных заинтересованных сторон, то есть мы помним про экологию, мы помним про сотрудников, мы помним про контрагентов, мы помним про государство, вот, и мы все их интересы обязательно тоже учитываем. Но в первую очередь это инструмент консолидированного акционера для того, чтобы вложенные акционерам вклады, в уставной капитал средства в компанию, они на долгом сроке, долгом промежутке времени приумножались. При этом вовсе не всегда вот этот вот долгий срок и вот это вот преумножение, это те величины, по которым акционеры друг с другом согласны. То есть мы говорим про некий инструмент консолидированного акционера, но как правило в реальности этот консолидированный акционер как таковой отсутствует. То есть если мы говорим про компанию даже с нераспыленным капиталом, а просто про компанию, у которой там очень-очень миноритарных акционеров нет, но есть допустим три мажоритарных акционера, вовсе не факт, что эти три мажоритарных акционера сходятся в том, как они видят для себя долгосрочный устойчивый рост. Потому что для кого-то устойчивый рост, это, ну, долгосрочный устойчивый рост корпорации, корпо, подразумевает под собой определенный спирит, а его спирит, то, чего он хочет от корпорации, сводится к тому, чтобы, допустим, дочери помочь построить особняк в семилетнем горизонте. Соответственно, у него свое видение того, как компания должна максимизировать свою акционерную стоимость и когда, как он планирует из капитала выходить. При этом у другого акционера видение может быть совсем другое. Он строит компанию для того, чтобы пакет акций передать детям, а те передали внукам. То есть вот горизонт планирования максимально далекий. У третьего акционера видение тоже может быть третьим. И так как у них есть возможность поднимать определенные решения на уровне общего собрания акционеров, в том числе через формирование совета директоров. И есть лучшие практики корпоративного управления сводятся к тому, что местом принятия высокоуровневых стратегических решений в компании является совет директоров. При этом члены совета директоров, те, которые назначены как независимые, независимо от того, кто их пригласил, или миноритарные акционеры в совокупности, или кто-то из мажоритарных акционеров принял решение пригласить кого-то из корпоратов в роли независимого директора, они в любой ситуации голосуют, исходя из обозначенного представления. То есть долгосрочный устойчивый рост компании, по сути, для компании. Те директора, которые входят в совет в роли профессиональных поверенных, по ряду вопросов спрашивают мнение у пригласившего их туда акционера. То есть как акционер видит будущая компания, и как он его через совет директоров транслирует. Эта история может быть более формальной, если мы говорим про институт директив, она может быть менее формальной, такой некой понятийной. Понятийная история часто сводится к формированию так называемого фасада, когда совет директоров у нас до юра вроде бы есть, но де-факто целиком или полностью идет просто трансляция тех решений, которые приняты наверху, на уровне общего собрания акционеров, а совет директоров – это такой коллегиальный зец-председатель фунт. Вот. Вот на этом пока остановились, это запомнили. Что здесь важно с точки зрения ответственности? Момент первый. То, что касается директив. Российское законодательство в этой области несколько несовершенно. Например, в случае, если члену совета директоров поступает директива по какому-то вопросу, и он голосует по ней, то ответственность при этом остается на члене совета директоров. Мы инициировали, то есть мы не единственными инициаторами были, мы Международным институтом проблем управления подключились к процессу инициирования поправки, поправки к закону об акционерных обществах и к закону об обществах с ограниченной ответственностью, согласно которой в случае формирования директивы на кого-то из членов совета директоров ответственность за голосование по этой директиве должен нести не член совета директоров, а лицо или институт, инициирующий директиву, потому что у нас по гражданскому кодексу члены совета директоров все еще за любое решение отвечают сами, даже если это решение на них было директивно спущено сверху. Но на данный момент этот законопроект еще даже не внесен, то есть сейчас у органов власти есть много других довольно спешных задач, которые требуют оперативного решения, как раз вот тема более узкого фокуса нашей сегодняшней лекции, это именно то, что касается санкций. Там сейчас идет много нормативного регулирования, поэтому сейчас как бы не совсем до решения вопроса и восстановления справедливости связанной с директивами. Момент второй. Так как у компании может быть несколько акционеров, директор, действующий в интересах одного из акционеров, а не некого консолидированного акционера, ну то есть то, что многие мои коллеги называют в общем интересами компании, может быть привлечен к ответственности за те убытки, которые он компании нанес, в том числе голосованием по директиве, другими акционерами. То есть акционер инициирует определенное решение своей директивой через членов совета директоров, представляющих его интересы. При этом, если это решение ущемляет других членов совета директоров, они могут выступить инициаторами того, чтобы доказать, что вот смотрите, да, была директива, но при этом мы все, было принято решение, которое снизило жизнеспособность компании. Компания в меньшей степени вписалась в рынок, решение было рискованным намного больше минимального предпринимательского риска. Как в этом оставаться, мы сегодня разберем. Вот. Соответственно, даже в случае, если членов совета директоров голосует по директиве, все равно к нему может быть предъявлен иск другими акционерами, в том числе и к возмещению субсидиальной ответственности. Мы не будем глубоко погружаться в этот термин, у нас в рамках курсов, он рассматривается довольно широко. Вот. Но сейчас, говоря про субсидиальную ответственность бегло, это очень неприятная штука. Ее несут принимающие решения в управнической деятельности лица, в юридических лицах. И в рамках механизма привлечения к субсидиальной ответственности, акционер может с принимающего решения или совершившего определенное бездействие там, где должно быть принято решение лица, истребовать те убытки, которые он понес. А убытки, в случае, если компания реально занимается финансово-хозяйственной деятельностью, она крупно ведет масштабную деятельность, они могут быть очень большие и многомиллиардные. В рамках этой лекции мы не будем рассматривать конкретные кейсы, но возмещение на несколько миллиардов – это вполне обычная история. Вот. Соответственно, это еще неприятная история, потому что она не снимается личным банкротством члена Совета директоров и к сильно неприятным последствиям для дальнейшей его карьеры и самореализации в управленческих органах ведет, потому что это еще и довольно серьезный репутационный ущерб. Плюс все соответствующие ограничения на занятие управленческих позиций на протяжении какого-то промежутка времени. Итак, возвращаясь вот теперь уже к теме ближе к сегодняшней лекции. Коротенький итог подведем. То есть мы поговорили перед кем отвечает член Совета директоров. Мы рассмотрели основной канал, основной вектор, то есть вот его ответственность перед акционерами. Понятно, что у члена Совета директоров есть ответственность перед государством, особенно в ряде ситуаций последних, когда поднимаются экстренные решения в рамках реагирования на санкции. Мы сейчас их широко рассматривать не будем. Мы заострим внимание именно на ответственности перед акционерами компании. Дальше. За что отвечает член Совета директоров? Члены Совета директоров коллегиально принимают высокоуровневые управленческие решения, то есть они принимают стратегические документы, принимают политики. Члены Совета директоров одобряют или не одобряют сделки. И вот здесь уже нужно понимать, что уже здесь члены Совета директоров могут за свою некорректную работу отвечать. Потому что, допустим, одобрить, заблокировать сделку, в которой решение было в достаточной степени одобрено, обоснованно экономически, без аргументации, то есть неодобрение сделки, достаточно хорошо обоснованной и документированной, аргументированной является, в общем-то, таким же, такой же недоработкой членов Совета директоров, как и одобрение сделки, которая была недостаточно проработанная, сырая, необоснованная. То есть здесь стратегия «я не приму решения никакого, я буду голосовать против любых изменений, чтобы не попасть под механизм субсидиарной ответственности», она не совсем работает, просто потому что неодобрением сделки, в принципе, ну, это такой же просчет, это член Совета директоров проголосовал за упущение возможности. И здесь нужно понимать, почему он так проголосовал. Чуть дальше мы разберем конкретные механизмы, конкретные инструменты и их составляющие. Дальше. Это одобрение необоснованных выплат, как и себе, сотрудникам, аффилированным лицам. Это действия по указанию иных органов управления, директивы или с их одобрения. Сюда же, в действие, за которое член Совета директоров может ответить, входит и бездействие его, которые подчинили компанию убыток, нарушение требований существующего законодательства, которое повлекло привлечение к ответственности, и, наконец, отсутствие каких-то документов, которые должны быть согласны протоколу, возможно, ненадлежащие организации их хранения и передачи. Причем, вот последний пункт, я прошу на него обратить особое внимание, мы, когда будем говорить про инструменты, мы начнем, по сути, с него же. Это касается не только взаимодействия члена Совета директоров с компанией в рамках своей регулярной работы, это касается еще и некой минимальной гигиены члена Совета директоров с точки зрения возможного привлечения к ответственности. Потому что, если член Совета директоров, допустим, Совет директоров покинул, он теряет доступ к корпоративной документации. И ему сложно в случае чего собрать достаточный пакет документов, который может послужить основанием и доказательством его невиновности, поэтому правилами хорошего тона является, в общем-то, введение корректно своего персонального архива, стражащего доказательства. Через слайд мы об этом более детально поговорим. Если мы говорим про субсидиарную ответственность, вот очень хороший слайд адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнера, огромное спасибо им за это, слайд повзаимствован из их презентации. Здесь даны ключевые данные статистики и тренды. И мы можем посмотреть на горизонте пяти лет, даже шести, шести на одном слайде, четырех на другом, как у нас изменялось количество конкретных кейсов и как изменялось взыскание убытков в деньгах, а именно в миллиардах рублей. Мы видим, что была определенная просадка по взысканию, то есть было меньше очень крупных кейсов. В среднем кейсы были более мелкие в 2019-м, тем более в 2020-м году. Это связано с мораторием на банкротство, это связано с неким общим торможением экономики. Но тем не менее мы видим, как в 2021-м году график резко рванул вверх, и по взысканию убытков у нас по России поставил абсолютный рекорд. То есть 3,8 миллиарда рублей у нас был размер ответственности, размер убытков судебный зафиксирован. При этом мы видим, что количество конкретных дел, оно у нас более-менее стабильно, опять же с небольшой просадкой в 2020-м году, но без просадки в 2019-м, растет. Причем мы наблюдаем рост по всем графикам, как количество поданных исков, так и количество удовлетворенных исков, и так и размера ответственности, к которой директора были привлечены. Итак, вот теперь давайте поговорим о неких... То есть, ну, очень кратко, глядя на графики и улавливая довольно однозначные тренды, мы можем говорить о том, что институт привлечения к субсидиарной ответственности в Российской Федерации развивается. Некие приемы и инструменты давайте рассмотрим, которые позволяют членам Совета директоров избегать несправедливой ответственности. Как я уже говорил, важно формировать для себя доказательную базу, свой собственный архив, то есть документально закрепленные, переписку с контрагентами, протоколы заседаний и встреч, разъяснения и акты уполномоченных органов, внутреннюю документацию, включая в первую очередь протоколы заседаний, причем желательно в форме поэмы, чтобы было видно, кто каким аргументом пользовался в Совете директоров или внешних присутствующих на заседании членов органов, допустим, операционного управления или корпоративного контроля, и были бы видны, если мы фиксируем протокол заседания в форме поэмы, видно, кто был инициатором какого решения. В дальнейшем это может послужить определенным доказательством того, ну, выстраивания системы продавливания некого вредоносного решения в пользу кого-то из игроков, там, аффилированных лиц, ли, менеджмента, ли, акционеров, ли, возможно, членов Совета директоров. Вот, чем более подробно описана процедура обсуждения в протоколе заседаний, тем лучше, тем более качественно, более ценная в дальнейшем для рассмотрения эта документация. Поэтому, если есть возможность качественно организовать протоколирование заседания Совета директоров, пожалуйста, не экономьте на корпоративном секретаре, это с высокой степенью вероятности стоит того. Для чего все это нужно? Вот все эти документы, все эти конкретные моменты фиксировать. Важно показать, в случае с чего, в случае, если вы, допустим, будете привлечены к ответственности, на основании чего вы приняли то или иное решение. Потому что ваша валюта в Совете директоров, ваш вклад, это конкретный голос в конечном итоге по повестке. Да, вы можете инициировать внесение в повестку неких вопросов, они могут быть внесены, могут быть не внесены, но вы можете озвучивать свое особое мнение, оно тогда тоже будет присутствовать, но тем не менее, в первую очередь важно то, как вы проголосовали по вопросу повестки. Сам факт того, что вы входили в Совет директоров, в случае, если Совет директоров своим совокупным решением принял, ну, своим совокупным волеизъявлением, своим совокупным голосованием принял решение заключить какую-то сделку, которая принесла компания вред, или наоборот, не одобрять сделку, которая принесла бы компания пользу. Вот самим фактом того, что вы входили в Совет директоров в этом моменте, он недостаточно для того, чтобы признать у вас контроль. Чуть ниже есть ссылочка на определение арбитражного суда Москвы от 24 сентября 2021 года, как раз по делу, где вот это решение было таким образом озвучено, на него можно, ну, к этому можно и следует апеллировать. Соответственно, четко показывайте, что вы проработали все возможные варианты, что вот тот вариант, по которому вы проголосовали, исходя из всего, всех совокупных доказательств даже там в случае, если вы понимаете, что доказательств не хватало, вы запросили какие-то еще, было лучшим это решение. Следующий инструмент, это инструмент страхования ответственности, то есть закупка полиса директорс и дуфисерс. А с этими полисами для россиян, работающих в российских компаниях на российской территории, сейчас, с одной стороны, все проще, с другой стороны, все сложнее, потому что рынок, по большому счету, сейчас почти монопольный. Многие компании, которые были представительствами международных компаний, A&G, Alliance, они ушли с российского рынка, причем некоторые ушли не то, что громко хлопнув дверью, а даже наоборот. Когда началась специальная операция на территории Украины, представители российского офиса одной из международных страховых компаний вдруг обнаружили, что у них не работает ни серая система, ни электронная почта, ни телефония, то есть ничего. В течение нескольких дней они думали, что это некая хакерская атака, они никак не могли связаться с главным офисом. И только когда они как-то по другим каналам с определенной отсрочкой узнали, что смогли выйти на связь, и сказали, слушайте, а мы вас как бы отключили. Ну, то есть мы с вами больше не работаем, вы больше не наш филиал. Вот пример некого недобросовестного выхода. Мы чуть позже с вами поговорим про типы выходов и про то, что в какой ситуации лучше делать. Потому что даже вот такая ситуация, она сама по себе даже не обязательно будет в дальнейшем трактована как форс-мажор. Соответственно, является причиной того, что вы не исполнили компании какие-то взятые на себя обязательства. Чуть позже мы об этом поговорим. Это будет посвящено два следующих слайда. Соответственно, возвращаясь к вопросу страхования ответственности. Рынок тоже развивающийся. Развивающийся не так быстро, как растут вверх графики привлечения к субсидиарной ответственности, но тем не менее. Однако, к этому инструменту, к инструменту возмещения принесенных директором убытков или принесенных акционеров убытков, лучше не пользоваться. То есть, лучше все-таки не доводить до такого кейса, потому что даже в случае погашения мы помним, что там ну, так или иначе с деньгами разобрались и ложечки вернули, однако осадочек остался. То есть, даже в случае, если страхового возмещения хватило для того, чтобы погасить все финансовые обязательства, репутационные убытки вы все равно принесли, как член Совета директоров. Да, есть инструменты, которые позволяют на уровне полиса D&O вписывать в него еще возмещение некоего репутационного вреда, репутационного ущерба, но, тем не менее, существующие механизмы так или иначе не позволяют из памяти акционеров стирать какие-то конкретные факты, связанные с вашей персоной. Первый момент. Второй момент. Компании, которые занимаются страхованием в области ответственности, в том числе и субсидиарной управляющих лиц, они сейчас столкнулись с тем, что существующие методики не были разработаны для ситуаций вроде той, которую мы сейчас наблюдаем. Соответственно, страховщикам очень сложно оценивать политические риски. И, несмотря на то, что сейчас многие компании увеличили существенно размеры возмещения, допустим, если у ингостраха год назад, где я застрахован, год назад размер возмещения максимальный составлял 500, ну, может быть, 600 миллионов рублей, то сейчас не очень удивлительной будет сумма возмещения в полтора миллиарда рублей. По-моему, есть кейсы, когда мы говорим про 2 миллиарда рублей размера возмещения ответственности члена Совета директоров. Вот, это то, что касается, то, о чем я хотел сказать, говоря об ответственности, об страховании ответственности. Также немаловажным моментом, когда вы страхуете свою ответственность, является участие компании-страховщика в досудебном разбирательстве, потому что где-то их секонд опинион, где-то их существующая экспертиза может быть тем моментом, который позволит на досудебном уровне перевесить решение, перевесить чашу весов в вашу сторону и обойтись без привлечения к ответственности, обойтись без инициирования дела и иска в ваш адрес. Вот, это такая, наверное, можно воспользоваться термином медиация в этом случае, то есть не обязательно это инструмент аналогичный третейскому суду, но тем не менее, вот такая досудебное урегулирование это то, где экспертиза представителей компании-страховщика и их специально обученных юристов может быть для вас очень полезна, то есть вы даже не доведете дело до суда благодаря их экспертизе, поэтому есть определенные смыслы работать со страховщиками, страховать свою ответственность в компаниях, не только для того, чтобы, если что, возместить причиненный вашими действиями или бездействиями ущерб, тут опять же надо смотреть условия страхования, если мы говорим про доказанный злой умысел, такие дела с страховой ответственностью не покрываются, то есть мы сейчас говорим исключительно в ситуациях, в которых вы действуете добросовестно и в рамках минимального предпринимательского риска. Соответственно, есть смысл к ним обращаться даже не за этим, а для того, чтобы до дела судебного не доводить. Их экспертиза в этом, их поддержка может быть в этом для вас очень полезна. Следующий момент. Какие еще приемы и инструменты могут быть для вас полезны? Посмотрите, как можно переложить ответственность, не то, чтобы совсем переложать ответственность на кого-то, но ответственность немножечко размыть или в тех местах, в которых с высокой степенью вероятности будет принято сложное решение, ввести какую-то рабочую группу, профильный орган или квазиорган для первичной глубокой разработки решений. То есть это в общей сложности это можно назвать наверное некими структурными решениями. Выделение профильных орган для проработки решений, выделение квазиорганов или комитетов для первичной разработки решений, которые в дальнейшем выносятся на голосование всего совета директоров. То же самое касается привлечения внешних экспертов. Пожалуйста, не жалейте внешней экспертизы. Second opinion, third opinion по всем существенным вопросам пусть у вас будет, пусть у вас будет документальным. Если вы понимаете, что вы там обратились по оценке актива недвижимости, которой вы планируете подписать его отчуждение по какой-то конкретной сумме, если вы обратились в три оценочные компании и во всех трем вам подтвердили, что да, сумма вполне релевантная и очень даже рыночная, то, скорее всего, такую сделку стоит одобрить. В случае, если вы видите, что там, допустим, первые два решения, они какие-то радикально противоположные, возможно, стоит обратиться к третьему решению, запросить третью независимую сторону, какого-то привлечь другого эксперта, который бы помог своей экспертизой в решении сложного, неоднозначно трактуемого вопроса. Вот здесь просто попасться в некую психологическую ловушку в формате вопрос элементарный, давайте его проголосуем, давайте прокатим вот здесь, тут нет того, на что стоит так глубоко обращать внимание, часто за ангажированными в принятии решения лицами еще используется психологическая ловушка, ловушка ускорения, там давайте, 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 клиент вот сейчас готов, завтра он может эту сделку нам не согласовать, вот, но, тем не менее, пожалуйста, улавливайте эти вещи, то есть, не голосуйте за компанию, не голосуйте, когда у вас забирают время для детального рассмотрения кейсов, не голосуйте в ситуациях, когда у вас нет возможности быть уверенными в том, что достаточно обосновано данное решение, вот, а насколько достаточно, насколько много времени, это уже вопрос к вашему личному аппетиту, к риску, но, тем не менее, вот, обязательно пользуйтесь внешней экспертизой по существенным вопросам, помните, что ваши полномочия, как члены Совета и Директоров, могут быть прекращены, в момент заблаговременно, то есть, до заседания поданного в письменной форме уведомления об отказе, ну, естественно, до проведения заседания Совета и Директоров, то есть, вы знаете повестку, вы понимаете, что в рамках данной повестки, допустим, вы получаете директиву, которая рекомендует вам действовать так, как, ну, вам кажется нецелесообразным, и вы для себя принимаете управленческое решение, вы берете для себя, на себя риски, голосуя по этой директиве, но сохраняя хорошее отношение с акционером, или же вы принимаете вот такое решение, выходите из Совета и Директоров, и здесь нужно понимать, что, скорее всего, акционер будет этому не очень счастлив, если мы говорим про институционального акционера, допустим, в лице Российской Федерации, это может вам в дальнейшем очень сильно сократить количество тех Советов Директоров, в которых вы можете работать, потому что, ну, скорее всего, ваш выход из одного Совета Директоров в какой-то критический момент будет тем решением, которое вам затруднит входить в дальнейшем в другие Советы Директоров компаний этого же акционера, представляя его же интересы. он, если это частный акционер, они, если это фонд или если это более сложный институт, допустим, федеральное агентство Российской Федерации, вот, а это так иначе запомнят, зафиксируют. Есть некий промежуточный пункт, то есть, вы можете, ссылаясь на постановление Верховного суда от 26 июня 2018 года номер 27 говорить, что у вас такая возможность есть, но вы не хотите ей воспользоваться и на уровне Совета Директоров вы можете или на уровне даже выше взаимодействия с акционерами вы можете принимать решения направленные на пересмотр существующей директивы. Аргументация может быть самой разной, мы этот вопрос довольно детально рассматриваем в рамках основных курсов. В рамках курса Доктор Бизнес Администрейшн Инкорпорейт Говенанс Корпоративное Управление Сингапурской Академии или в рамках курса Корпоративное Управление 21 века Сингапурской Академии Ж. Итак, то есть ну просто помните, это может быть как аргументом, так и возможностью, что вы можете покинуть Совет Директоров в любой момент, ну почти в любой момент, подать уведомление об отказе в проведении заседания нужно заблаговременно. Мы уже упоминали, что сам факт в вхождение в Совет Директоров не является основанием для признака, для признания наличия у вас контроля. И еще важный момент, определение арбитражного суда Ярославской области, наверное, неверно указано в презентации год, указано 11 сентября 2022 года, но на самом деле 11 сентября это было в 2021 году. Было подчеркнуто, что лицо, одобрившее убыточную сделку, но не являющееся ее инициатором и выгодоприобретателем может быть освобождено от субсидиарной ответственности. Но нужно понимать, что факт одобрения убыточной сделки юридически доказать намного проще, чем доказывать, что никоим образом выгодоприобретателем от этой сделки вы не были раз-два может быть освобождено, а может быть и не освобождено. Поэтому вот этот последний пункт это действительно для вас должно быть последним пунктом, то есть в случае, если ничего другое не сработало, этой аргументацией можно попробовать воспользоваться. Если же мы говорим, вот теперь давайте уже более четко от всех вопросов связанных с ответственностью к ответственности, которая касается непосредственно санкций. А сами по себе санкции форс-мажором у нас все еще не являются. Несмотря на то, что торгово-промышленная палата, которая выписывает санкции в каждом конкретном случае, инициирует некую сквозную рамку, где это будет предъявляться довольно широко. То есть их инициативы хода не получили и с моей точки зрения и многих других представителей сообщества это не очень правильно сами по себе санкции признавать форс-мажором. форс-мажор проявляется в действиях конкретного лица в конкретном случае. Соответственно, в случае, если компания ссылается на санкции, как на источник некого ее решения, скажем, одностороннего отказа от исполнения своих обязательств, акционеров, важно посмотреть, какие у компаний были альтернативы. То есть на основании чего они приняли решение прекратить с вами работать. Потому что, скажем, специальная военная операция на территории Украины для конкретной компании с точки зрения, допустим, этики ее акционеров юридически основанием для отказа от исполнения существующих договоров компании не является. Если в договорах компании право на односторонний отказ не прописано, он может быть оспорен в судебном порядке, как, кстати, очень недавно было в рамках иска, предъявленного акционерным обществом РЖД к компании Сименс. Были приняты обеспечительные меры, РЖД получили оборудование и инструменты для обслуживания подъездов. В меньшем масштабе, а может быть и в большем зависит от масштабов деятельности вашей компании. В случае, если данного права у вашего зарубежного контрагента нет, вы можете точно так же инициировать иск, который будет рассмотрен. Также, если вы понимаете, что право на односторонний отказ, то есть некая развилка, есть такое право в договоре, нет такого права в договоре. Если такое право в договоре присутствует, при подписании соглашения о расторжении обязательно исключите риски предъявления претензий по исполнению соглашений к вам. То есть смотрите, кто должен отвечать за обязательства, взятые на себя вами с учетом действующего соглашения с компанией, которая из-за санкций предпредставит с вами работать. Смотрите, чтобы исключались моменты, которые могут быть впоследствии причиной претензий к менеджменту. смотрите, какие более выгодные условия для вас из этого расторжения можно извлечь. То есть любой факт такого существенного изменения психологически очень просто может, ну как у нас было, сгорел сарай, горе и хата. Вот этого ни в коем случае быть не должно. То есть всегда смотрите, как вам с максимальной выгодой выйти из сложившейся ситуации. Некрайне должно быть такого фатализма, что все оборвалось, ну все и ладно. Как оборвалось, так оборвалось. То есть почти всегда есть возможность настоять на более выгодных условиях, а кое-где даже те убытки, которые вы понесете по взаимодействию со своими контрагентами, переложить на компанию, которая расторгла с вами договор. В случае, если мы говорим про франчайзинговые соглашения в той или иной форме, исключите действие положения о запрете конкуренции при расторжении договоров. Обязательно фиксируйте причины расторжения договоров и отсутствие взаимных претензий на момент этих расторжений и сохраняйте у себя максимально возможный объем прав. Пользуйтесь некими, ну в случае, если решение нужно принимать довольно быстро, ни в коем случае его не принимайте сразу же. Second, third opinion обязательно выдохнули, исключили всякого рода фатализм. Помните о том, что акционеры вам доверили свои капиталы. Помните о том, что это в том числе и ваша карьера. И сам факт того, что сейчас у нас сейчас у определенной части российских корпоратов есть предположение о том, что в случае, если они сейчас будут не так активно работать на акционеров, аффилированных с Российской Федерацией, допустим, они выйдут из состава Совета директоров российских компаний, это автоматически и может в дальнейшем быть зачтено при назначении в компании, скажем, западной. Сложно говорить о том, насколько в дальнейшем это будет полезно для их карьеры, но с высокой степенью вероятности, если член Совета директоров принимает какое-то решение, в том числе с оглядкой на такие далеко идущие перспективы, которые показывают, что он своими действиями ущерб компании все-таки нанес, вот, вряд ли это будет неким поводом, ну, то есть, неким аргументом, который увеличит его стоимость условно на рынке труда, на рынке труда корпоратов, будь тот на нашем или на западном ли, потому что, в принципе, такое действие, даже в случае, если оно юридически полностью грамотное, может быть трактовано как банальное предательство, но предатели у нас не нужны, предатели у нас не любят. Дальше идем. Важно подчеркнуть, что 7 апреля 22-го Дума, 22-го Дума, 22-го года в Государственную Думу был внесен законопроект, согласно которому действия, совершенные в целях исполнения решений иностранных игроков, то есть, государств, которые признаны как там было злонамеренными, не суть, враждебными, не враждебными, а недружественными, прошу прощения, их сообществ, блоков, институтов о введении ограничительных мер против Российской Федерации. Вот такие действия могут быть рассмотрены как злоупотребление полномочиями и по которым положено лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас это законопроект, но, как мы знаем, законопроект сейчас рассматривается и принимается довольно быстро. Если мы смотрим на изменяющийся нормативно-правовый ландшафт, давайте обратим внимание на два больших блока. блок изменения законодательств и блок оперативной адаптации бизнеса к изменяющимся условиям, в том числе и нормативно-правового поля, но еще и с бытового поля поставок. Говоря об изменениях законодательстве, вошли определенные изменения в правила об обязанности экспортеров продавать валютную выручку. Руку на пульсе держим, следим, то есть недавно было 80%, сейчас уже 50%, может быть пересмотрено в любой момент, обязательно оперативно перестраивать все внутренние положения внутренней политики согласно действующего законодательства. в довольно короткий срок, там почти всегда идет довольно оперативное реагирование на эти изменения. Есть запреты на ввоз и вывоз отдельной продукции за пределы Российской Федерации, их тоже важно отслеживать, потому что то, что вы вывозили два месяца назад, вдруг может оказаться, что вывозить вам уже нельзя. Важно следить за тем, что признание действий лиц, находящихся под санкциями недружественных государств, может быть признано обстоятельствами непреодолимой силы, согласно письма ТПП здесь упомянут номер письма и дата. Также нужно понимать, что предусмотрена уголовная ответственность за исполнение санкций на территории Российской Федерации, правда, пока предусмотрены не действующим законом, а только законопроектом, но, повторяюсь, сейчас законопроекты рассматриваются довольно быстро, и есть вероятность того, что это будет действительно неким конкретным законом, более того, даже в случае, если он принят не будет, в любом случае это не в любом, а именно в этом случае, потому что в одном случае это будет уголовная ответственность, в другом случае это, скорее всего, будет источником серьезной репутационной ответственности во взаимодействии с лояльными Российской Федерации и контрагентами. Если мы говорим про адаптивную адаптацию бизнеса и ее инструменты, в первую очередь, смотрите за тем, какие контрсанкции накладываются Российской Федерацией в отношении недружественных стран, блоков и институтов. Изучайте, как можно оперативно переориентироваться на новых поставщиков и контрагентов, потому что патриотизм патриотизмом, но внутренний рынок Российской Федерации он не очень большой и не самый платежеспособный. Сложно на относительно небольшой рынок делить постоянные издержки, которые вы несете при создании и реализации того или иного товара или услуги. Рынок небольшой и, соответственно, получается, что ваша продукция будет менее конкурентоспособной, если она ориентируется только на него. Поэтому патриотизм это очень хорошо, но мы помним, что в число недружественных стран вошло всего 18% жителей планеты Земля, соответственно, есть много других стран, есть много других рынков, есть возможность на них переориентироваться, как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импортокомплектующих. Соответственно, усложнилась логистика и усложнились цепочки поставок. Были одобрены определенные положения по альтернативному импорту. Многие компании повторили судьбу Беларуси в свое время с перевалочным пунктом санкционных товаров, когда мы говорили после событий 2014 года про знаменитые белорусские креветки. Вот сейчас тоже самое будет касаться довольно широких номенклатурных рядов с точки зрения скорее всего Казахстана, Узбекистана, некоторых других стран. Но, тем не менее, перестройка логистики, перестройка цепочки поставок это то, что следует сделать, причем здесь следует, во-первых, два момента учитывать. Желательно не отталкиваться от одной конкретной цепочки, потому что это институты, которые формируются стихийно, они новые, они не всегда устоявшиеся, и есть вероятность из-за того, что там, допустим, поставки из Европы, которые у вас ранее работали на протяжении 30 лет, сейчас вы выстроили логичную цепочку, скажем, через Казахстан, но она у вас через два месяца порвалась просто из-за того, что в цепочке игроки в этой цепочке не являются профессионалами. Первое но, второе но, на которое стоит обратить внимание, это то, кто отвечает за сохранность вашей продукции, потому что вопрос страхования продукта, который движется по логичистической цепочке, в случае, если цепочка сложная, точно так же усложняется, и как бы не получилось того, что товар пропал, ну, я не виноват, я отвечал вот за это промежуток пути, я не виноват, я отвечал вот за это промежуток пути, и, соответственно, вы не можете найти, а кто в конечном итоге должен был отвечать за какую-то конкретную передачу, за какой-то конкретный участок границы, за какой-то конкретный таможенный пункт, а рвется там, где тонко. То есть, вот эти риски, их нужно обязательно рассматривать и изыскивать возможности для их снятия с себя, возможности продажу кому-то, ну, путем использования тех же самых инструментов страхования. Сюда же, в общем-то, мы только что писали с вами параллельный импорт, и мы помним, что есть смысл отказаться от контактов с юридическими лицами, в отношениях которых применяются специальные экономические меры. Так, если мы говорим про историю на уровне корпоративного управления, того, что стоит в первую очередь рассматривать, ну, наверное, на высоком базово, это некий общий вещи, мы можем более глубоко уйти в рассмотрение какой-то конкретной области, какой-то конкретной отрасли ассортиментного ряда или стороны производителя, может быть, семейства продуктов. Вот, а что я хотел бы еще включить в аргументы в пользу операционной адаптации бизнеса. Мы сейчас, по сути, большую часть того, что рассматривали, мы рассматривали с позицией юридической или с позицией корпоративного управления. Но мы помним, что у нас так или иначе есть еще моменты, которые, наверное, проще всего свести, давайте их условно назовем маркетинговыми. То есть у нас есть имидж нашей компании в глазах контрагентов, как российских, так и зарубежных. Причем имидж нашей компании как поставщика и как закупщика. И на имидж нашей компании так или иначе распространяется зонтичный имидж в случае, если компания локализована в Российской Федерации, Российская Федерация. И здесь важно проанализировать, насколько вот эта увязка является критичной в области маркетинга для наших контрагентов. Потому что решения могут быть приняты как на основании санкционных ограничений, так и на основании просто того, что допустим мы скажем я не буду называть конкретную компанию. Наша компания поставляет продукцию довольно широкий ассортимент продукции в Российскую Федерацию. Но с момента начала специальной военной операции мы приняли решение о том, что мы из России как с рынка уходим. При этом первый момент мы российские активы продаем российскому менеджменту, но в договоре купли-продажи мы оставляем пункт на тему того, что мы имеем право в течение 25 лет вернуться и условно за рубль, то есть за небольшой по сути бесценок выкупить свои активы назад. Второй существенный момент, уйдя с российского рынка мы потеряли выручку вклад, который в нашу капитализацию был равен допустим 5%, однако за счет того, что мы заявили, что мы ушли с российского рынка, то есть мы соответствуем некому тренду принятому в стране, в которой расположены биржи, в которой лежат наши акции, и большая часть наших акционеров оттуда мы увеличили свою капитализацию на 10% исключительно из-за этого публичного заявления. То есть это может быть мы уже помним, маркетинг это не только маркетинг товаров, маркетинг это еще и маркетинг ценных бумаг, и компания может осознанно принять решение сыграть на одну в пользу другого, заявить, что из-за сложившейся ситуации мы переставим работать в России, потерять из-за этого 5% и сразу же нарастить 10% за счет того, что они ушли из России. Просто потому, что для аудитории, которая может купить их ценные бумаги, это решение будет ожидаемым и приветствуемым. Это тоже следует помнить. Вот такие некие ассиметрии, которые касаются именно маркетинга в области, в том числе в широком смысле слова в области корпоративного управления, а также маркетинга конкретного на уровне с бытовых цепочек. Если вы не рисовали тепловые карты рисков, пожалуйста, начните это делать, потому что из тепловой карты рисков, опять же, понятно, на какие конкретные проблемные места следует обращать внимание в сложившейся ситуации, потому что некие отдельно взятые целевые группы у вас клиентов или поставщиков у вас вдруг могут из-за этого выпасть. И нужно понимать, как вы будете это выпадение обыгрывать, как вы будете к нему готовиться. То есть будете ли вы идти по стратегии, в которой вы продаете кому-то этот риск. Принимаете ли вы решение, что у вас будет параллельно какой-то другой поставщик с другой стороны. Или вы принимаете решение сделать публичное заявление о том, что вы не поддерживаете существующую политику, и за счет этого вы стараетесь снизить вероятность и размер негативного для вас события в отношении какой-то конкретной группы поставщиков или потребителей. Это то, что следует проработать немножечко заранее, потому что такого рода действия должны быть согласованными. Нельзя сделать некое публичное заявление для одной клиентской группы, а потом обнаружить, что от вас отвернулись другие клиентские группы, лояльные, и из-за этого вы выиграли 5%, потеряли 15%. все решения должны быть рассмотрены стратегически должны входить в стратегию развития компании. Повторюсь, если мы прорабатываем риски, достаточно хорошим инструментом для этого является формирование тепловой карты рисков. Да, часто с применением внешней экспертизы, second, third opinion, в рамках курса по корпоративному управлению мы детально рассматриваем этот инструмент и учим с ним работать. Итак, мы с вами сейчас поговорили про ответственность членов совета директоров в общем, сакцентировали внимание на той ответственности и на той специфике ответственности, которую члены совета директоров несут в связи с санкциями в условиях у нас сейчас конец весны 2022 года. Помните, мы все можем ошибаться, но в случае, если свою ошибку можно с кем-то разделить, есть вероятность того, что человек, с которым вы будете обсуждать вопрос, будет являться носителем другой экспертизы и он покажет вам, в чем заключается ошибка, вы ее не совершите после коллегиального обсуждения. Ну, или в случае, даже если он так или иначе не позволит вам эту ошибку снять, вы ошибетесь не единолично. Это одна из предпосылок к формированию коллегиальных органов. Пожалуйста, если можете ошибиться, не ошибайтесь единолично. С вами был Александр Лебедев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Егорова